Первый пункт остановки – участок федеральной трассы от Курска до Беседина. Движение по этой дороге в последнее время стало особенно интенсивным, отметил губернатор. Много больше грузов, идущих на Москву. Это связано с тем, что предприятия Черноземья постепенно замещают зарубежных поставщиков и перестраивают логистические цепочки. Ремонт идет на участке около 13 километров. Полотно здесь расширят до четырех полос. Появятся тротуары и автобусные остановки. Здесь предусмотрено сплошное освещение, разворотные пульсы на всем участке. А барьерное ограждение? И барьерное ограждение. Вася, Вася. Работы сейчас идут в графике окончания работы наяву 2022 года. А это уже путепровод на трассе М2 Крым. Он особенно нуждался в расширении, ведь именно здесь часто собирались пробки. Ремонт закончат в конце июля. В настоящее время реализовывается пять объектов капитального ремонта, из которых два будут введены. Мы на них с вами сегодня на одном были. Это 9.22. Это выход из города Курска и до Беседина. Также еще один объект будет введен в эксплуатацию в этом году с аналогичными параметрами. Это от обхода обаяния и до границы с Белгородской областью. Еще три дороги. Выезд в сторону Белгорода, участок от Беседина до границы с Воронежской областью и участок дороги Трасна-Калиновка окончательно обновят уже в 2023 году. До четырех полос расширят первые два объекта. Работы идут с опережением графика. На ремонт дополнительно выделят еще полтора миллиарда рублей. Федеральные автомобильные дороги на территории Курской области в этом году и в следующем году всего 55 километров двухполосных федеральных трасс станут четырехполосными с осевым барьерным ограждением и практически все с освещением. По крайней мере в населенных пунктах везде будет освещение. Это кратно увеличивает пропускную способность и кратно увеличивает степень безопасности. Губернатор рассказал и об успехах региона в реализации нацпроекта БКД. В регион по этой программе в 2022 году удалось привлечь дополнительно около миллиарда рублей.